Ну давайте продолжим Каковы, чем мы занимаемся Мы с вами занимаемся уравнением картофеля до физа Значит, вот в таком виде u по t минус 6u x x x так Ну и сводим это уравнение к представлению ваксов Значит, то есть вводим два оператора l а пару значит, и уравнение такое l по t равно i l где мы в качестве l выбрали оператора штурма ливки g значит, вот это u от x это та же самая функция что и уравнение kdv а значит a стали находить истребование чтобы вот это наше уравнение kdf было эквивалентно уравнению лаксов вот ну и мы там нашли что l по t это u по t да а вот этот оператор значит l а должен равняться ну всему остальному и мы этот оператор ищем в виде вот таком значит это a d d x плюс плюс f f f f d x плюс g ну которая там может зависеть от u d x ну и там в принципе от других производных функций вот ну и мы с вами значит этот коммутатор долго и упорно вычисляли на прошлом занятии да ну и в результате вот тех выкладок которые мы произвели у нас получилось у нас получилось следующая система уравнений вот сейчас я ее вычешу вроде мы там проверяли значит она должна быть вот такое значит 2 f x плюс 3 a x значит второе уравнение f ну там возможно вместо производных производных по x да вот d ну это мы договорились что по-разному будем обозначать значит f x x вторая производная плюс 3 a 3 a u x x плюс 2 g u x равно ну и наконец и 6 и 6 и и и у x плюс а x плюс 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 u x u x равно и 6 u u x минус u x минус u x так да ну вот ну давайте эти уравнения решать ну в принципе сразу же отметим что нам достаточно найти все эти функции с точностью до констант с точностью до констант поскольку ну значит у нас ну значит все операторы дифференциальные да и константы в один под знаком производных ну либо если не войдут под знаком производные то значит можно показать что учет констант приведет все равно к перенормировке там разных слагаемых да там скажем у нас появятся какие-нибудь коэффициенты в уравнении которые там значит переобозначения переменных ликвидируют если мы так договоримся что ищем с точностью до констант то у нас сразу же из первого уравнения функция f будет равна минус 3ау просто интегрируем просто интегрируем подставляем подставляем значит эту функцию f вот сюда во второе уравнение два раза дифференцируем но и у нас возникает у xx да и вот тут 3а 3ау xx значит 3 минус 3 вторых ау xx и 3ау xx значит это будет 3 вторых ау xx плюс gg плюс 2 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 g по x равно вот так ну и отсюда мы находим что g g будет равно в последнее уравнение значит мы получаем ну и значит подставляя найденные g и f последнее уравнение значит мы получаем ну давайте значит вот так ну так значит так только я тут вторую производную написала надо третью наверное да вот 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 здесь вот здесь вот 3 да по 3 конечно 3 так значит 3 да ну и тогда у нас когда у нас что там будет ну вот g подставляем значит вторая производная вот у от x дает третью производную значит значит минус 3 четвертых а да да плюс 1 а как коэффициент или третью производную будет 1 четвертая ау x x так вместо f пишем минус 3 3 вторых а а значит у у x и это равно ну давайте разначим вот ладно и да 6 у у x минус у x ну и видно чему равно а должно быть да а должно быть чему так у нас 4 минус 4i минус 4i минус 4i да минус 4i да равно минус 4i все и таким образом мы нашли все вот эти неизвестные причины в операторе а большое вот и можем этот оператор записать значит в окончательном виде давайте вот здесь запишем значит а будет минус 4i d3 x так дальше минус так плюс f f да от u dx ну значит а подставляем значит будет плюс да 3 вторых ну давайте да еще в g 3 четвертых значит 3 так значит и у си да будет общим множеством а так ставим да будет фи за счет минусов минусы на четверку умножим да значит будет 6 здесь да а там 3 значит ну что троечку можно вынести да фи на 3 да у у b x и плюс так 2 ум да 2 ум 6 где f там 2 стоит плюс вот x ну x вот это оператор а это оператор а ну мы вот его нашли отчасти догадавшись конечно до его вида ну и собственно что мы делали мы проверяли гипотезу что действительно а вот такой ну и теперь мы эту гипотезу подтвердили да вот действительно если мы положим что вид а исходный вот такой то мы действительно можем найти коэффициент таким образом чтобы уравнение лакса у нас было эквивалентно уравнению картерека дефриза вот так ну пойдем дальше то есть нашли оператор а ну и давайте и тем самым мы что сделали тем самым мы слили уравнение лакса а значит и уравнение картерека дефриза к решению ну вот спектральной и эволюционной задачи то есть теперь мы вводим некую функцию ПСИ да волновую функцию значит такую что она является собственной функцией оператором Л ЛС равно лябда ПСИ так с одной стороны с другой стороны ну лябда константа да лябда константа не зависит от времени об этом договорились с другой стороны значит эта функция удовлетворяет эволюционному уравнению ПСИ плюс ПСИ И АСИ равно Р от ПСИ какая-то неизвестная пока функция на ПСИ вот где операторы Л вот он оператор штурма и Увиля ну иногда его еще называют оператором Шреллингера оператор because а вот если ряд такие то у нас вот эта вот система уравнений эквивалентна уравнению Карте Гега дефицта уравнение Vax а уравнение Vax равен уравнение карте Ну вот. Ну и давайте сейчас как бы коротенький параграф посвятим тому, что мы поговорим о так называемых данных рассеяния. Данных рассеяния для уравнения картервега д-фрит. Значит, данные рассеяния для уравнения картервега д-фрит. Ну, оператора нашли, и давайте на время забудем о нем. Он нам понадобится в конце решения нашей задачи, когда мы будем находить зависимость от времени. А пока мы будем решать вот это вот спектральное уравнение, да, с оператором Штурма-Лиувиля уравнения на собственные значения. Вот. Значит, и будем смотреть все, что связано с решением этого уравнения. Но поскольку у нас L оператор не содержит производных по времени, да, то нам, в общем-то, зависимость Psi от времени на данном этапе не понадобится. Конечно, Psi будет зависеть от времени, в конце концов. Но вот на данном этапе, значит, мы можем решать с вами задачу с начальными условиями, да, то есть считать, что X, то есть U от X в момент времени 0, да, это функция 0. Вот. Ну вот. Ну и тогда, значит, мы можем записать спектральное уравнение вот это вот, да, пользуясь явным видом оператора L в следующем виде. Значит, минус U, да, минус U, да, так, x, да, на Psi, вот я просто подставляю L вот туда, да, и раскрываю скобку. Ну давайте так, значит, сразу же можем перенести лямбда в другую сторону и умножить на минус 1, да, значит, будет тогда плюс плюс лямбда Psi равно U на Psi. Согласны, да, то есть я вот взял, F подставил сюда, лямбда перенес, влево, U, вправо, везде минусы, умножим на минус единицу, везде плюсы получается. Вот. Почему это на Psi? Держи. А вторая производная. Да, 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 Psi, конечно, Psi, конечно, Psi, конечно. Вот. Ну вот. Ну, дальше, поскольку у нас недоразумений не возникает, да, производную по x мы также будем и штрихом обозначать. Вот. Ну теперь давайте рассмотрим случай, когда у нас x стремится к плюс минус бесконечности, да. В этом случае у нас, как мы говорили, ум от минус бесконечности это 0, да, на бесконечности функция спадает, и мы с вами получаем такое уравнение, Psi' плюс лямбда Psi равно 0. Ну вот, если предположить, что лямбда вещественна, то тогда у нас могут быть два случая. Но на самом деле мы вот от этого предположения в дальнейшем откажемся, что лямбда вещественна, вот. Значит, и будем считать лямбда комплексным, то есть, ну как-то совершенно аналитическое продолжение в комплексном возрасте. А пока рассчитаем, что лямбда вещественна, и тогда у нас возможны два случая. Первый случай, когда лямбда отрицательное число, то есть, мы можем записать, что лямбда равно минус, ну давайте так, k по n в квадрате, вот индекс n означает, что здесь вот такие лямбда соответствуют дискретному спектру. В квантовой механике вот это стационарное уравнение Шренингера, да, и решение этого уравнения, ну вот, спадающие на бесконечности экспоненты, да, вот. То есть это вот как бы электрон или микрочастица, запертая в потенциальной яме, да, в общем, такое же уравнение. Вот. И тогда у нас Пси будет равно, Пси будет равно два случая возможно. Значит, ну давайте так, е в степени минус кавка n в x и x, умяющимся плюс в бесконечности. Здесь мы постоянное интегрирование, в первом случае, нагмировали на единицу просто. Просто выбрали ее равно единице. Вот. А во втором случае, ну, какая-то постоянное интегрирование ее, вот, m, n можно там обозначить, да, на е в степени, значит, кавка n в x в x, стремящемся к минусу. Так, ну вот это понятно? Или вы дифуры уже настолько забыли, что как будто объяснение уже. Ну, то есть, понятно, решаем характеристическое уравнение, да, там плюс-минус капа n корни, да, вот. Значит, чтобы у нас спадали на бесконечности, выбираем вот здесь минус, когда x положительное, да, и плюс, когда x отрицательное. Вот, значит, получаем такое решение. Ну, вот, значит, это в случае дискретного спектра. И второй случай, второй случай, когда лямбда у нас положительное. Ну, давай, здесь мы еще 0 напишем, да, а здесь k в квадрате, да, лямбда положительное, больше 0. Так. И решение тоже можно записать. Ну, вот здесь у нас, к сожалению, асимптотика будет осцелировать до бесконечности, да. То есть, мы для ψ не получаем функцию, спадающую на бесконечности. Мы получаем, ну, корни комплексные будут, вернее, мнимые, да, мы получаем две мнимые экспоненты, а это какие-то колебания, вот. Но, смотрите, на функцию ψ мы не требуем, чтобы она спадала на бесконечности. Мы, вообще говоря, про нее требуем, чтобы она была ограничена, да. Вот. Может быть, ψ уменьшим бесконечности, вот так. Но не требуем, чтобы она спадала на бесконечности. Вот. Это u у нас спадает на бесконечности. Ну, и в первом случае ψ должно спадать на бесконечности, тоже в силу ограниченности, да, функции ψ. Вот. А во втором случае мы получаем, что корни характеристического уравнения – это плюс и плюс и плюс и плюс. Ну, и решение мы можем записать вот в таком виде опять. ψ равно, значит, ψ равно e в степени икx, e в степени икx и и плюс плюс бесконечности. Опять здесь выбрали так, чтобы, значит, коэффициент произвольно-постоянно была норгирован на единице. И, значит, ну, давайте так. c2,1 от k, да, вот это произвольный и постоянный. Ну, кстати, m здесь тоже от k подзависит, да, вот в первом случае. От k, да, на e в степени икx плюс c2,2 от k на e в степени икx плюс c2,2 от k на e в степени минус. Вот так. Икx стремящимся к минус бесконечности. Вот. Значит, вот это решение во втором случае. Как я уже говорил, это какие-то осценирующие функции, да, экспоненты с минум показателем. Ну и легко, да, а вот эти коэффициенты, да, вот m, m там в первом случае, c2,1, c2,2, да, от k, это и есть данные рассеяния. Данные рассеяния. Данные рассеяния. Отметим, что, вообще говоря, второй случай, ну, как бы, содержит первый. Если мы возьмем в качестве k, значит, что там, ик по n, да, и положим c2, c1,2, да, что ли, c1,2, да, что ли, c1,2. От k равно 0, да, c2,2, да, c2,2, да, c2,2, ну, как бы, получим первый случай. То есть, ну, а вот если у нас k все-таки вещественно, то этот случай имеет наглядную физическую интерпретацию, ну, почему данные рассеяния, да, вот, сейчас поясним. Это вот как раз связано, что ли, с физикой. Ну, вот давайте представим себе вот наш потенциал там, u от x, нулевой момент времени. И изобразим на этом потенциале вот эту функцию c, в основном случае. Значит, что у нас будет? x в ось x направлена вправо, да, значит, поэтому справа у нас будет стоять без степени великой х, да, вот она. Эта волна, это волна, уже прошедшая через потенциал, да, вот эта экспонента, это волна, прошедшая через потенциал. А, значит, слева у нас будет стоять суперпозиция, вот, c2,1, c2,1, e в степени минус х, плюс c2,2, e в степени минус х. Значит, первая волна направлена вправо с плюсом, да, вправо, а вторая с минусом направлена влево, обратно. То есть мы слева имеем суперпозицию налетающей, да, вот это с плюсом, налетающей, налетающей, и отраженной волной, да, отраженной волной. Значит, понятно, что тогда вот эти коэффициенты, там, c1,2, там, c2,2, ну, и вот тут единица, да, ну, мы просто так нормируем тут, может, все, что угодно, скажем, но нормируем на единицу. Значит, что все вот эти коэффициенты дают долю налетающей, отраженной и прошедшей волны, да, значит, вот это прошедшая волна. То есть вот соотношение этих коэффициентов показывает, какая доля волн прошла через наш потенциал, какая доля волн отразилась, ну, и, значит, что у нас было в качестве налетающей волны. Вот. То есть мы с вами имеем типичную квантово-механическую задачу рассеяния, да, когда какая-то волна налетает на потенциал, он, частично от него отражается, а частично проходит. Вот. Ну, и вот этой задачей мы будем с вами заниматься в ближайшее время. Собственно, это прямая задача рассеяния. И начнем с того, что мы рассмотрим так называемые функции йоста. Значит, йоста. Параграф следующий, давайте, функции йоста. Функции йоста. Йоста. Значит. Ну, и так, вернемся к нашему спектральному уравнению. Вот к этому. Эволюционное уравнение пока забудем. Ну, кстати, отмечу, что мы могли бы его уже и здесь решить. Вот я стер, как бы, ну, вот видно, что если у нас у х тринится к бесконечности, у там спадает, у нас в операторе а что остается? То есть вот эти два члена обращаются в ноль, ну, поскольку у по х на плюс у на бесконечности тоже, по-моему, в классе нашей функции. То есть вот здесь ноль, ну, и у нас остается просто линейный дифференциальный оператор, содержащий трепет производную, и вот это эволюционное уравнение мы запросто можем и здесь решить. Можете поупражнять. Но, тем не менее, вот я предпочитаю следовать логике определенной, когда мы, значит, на первом этапе работаем с начальными условиями, да? Вот. А эволюцию во времени ищем на последнем этапе. То есть вот придерживаясь той логической схемы. Но я вот говорил с вами, что вот можно переставлять местами, там, два этапа, да? Вот это как раз это и означает, что на этом этапе мы могли бы уже сейчас эволюционное уравнение решить. Вот. Ну, не будем этого делать, значит, вернемся к нему в свое время. А сейчас рассмотрим функции ЙОСТа, как я уже говорил. Для этого вернемся вот к нашей задачке, лямбда, на собственное значение, да? Ну и, то есть, давайте вот я выпишу. Ну, да, ну вот она приводит вот к такому уравнению, да? Вот к такому уравнению. Значит, функции все ограничены. Там начальные условия. То есть мы пока работаем на момент времени. Т равное нулю все делаем. Вот. Ну и давайте посмотрим, да, ну и в классе функции, которые спадают вместе, как минимум, с первыми производными, да, на бесконечность. Вот. Спадают на бесконечность. Ну и давайте вот посмотрим на это уравнение, которое у нас получилось. Что оно представляет из себя с точки зрения дифференциальных уравнений? Неоднородные. Что это? Неоднородные. Ну, там второго порядка. Линейные по пси-гану пропускаем. Что еще надо сказать? Однородные или нет? Неоднородные. Почему? А, нет, да, перенеси. Ну, однородные. Его же можно записать так, ну, например, и два штриха, там, плюс, там, лямбитам, минусу, да, плюс. Пси, да, ну, ну. Видите, относительно все это однородные уравнения, да? Однородные. Но оно, это уравнение, с переменными коэффициентами, то есть коэффициенты, вот, при пси, да, вот, если так вот и писать, зависят от х, от переменной, по которой идется дифференцировать. То есть это некое линейное, линейное, однородное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами, вот. Ну, и дальше мы отказываемся от того требования, что лямбда у нас вещественная, да? То есть рассматриваем общий случай, когда лямбда комплексная, комплексная. Ну, и представим это лямбда, как k в квадрате, где k тоже комплексная. То есть понятно, что этот случай будет содержать, вот, рассмотренные ниже наши два случая, когда лямбда вещественная, там, k тоже вещественная, да? Ну, здесь еще что-то возникает за счет комплексности лямбда. И вот это что-то нам интересно. Мы фактически совершаем аналитическое продолжение, значит, в k-пространстве, да? В k-пространстве в комплексную плоскость и работаем уже вот с комплексными k. Если бы у нас уравнение было однородным, вот, вернее так, если бы функции u не было, да, ну, фактически на бесконечности, да, то тогда решением, фундаментальным решением нашей системы были бы две экспоненты. Две экспоненты. Да, то есть фундаментальная система решения, это что? Значит, e в степени 3 кx, да, значит, e в степени минус 3 кx. Это в случае, когда u от x, ну, что соответствует, значит, x, значит, e в степени минус 3 кx. Ну, понятно, что, вообще говоря, вот, наличие вот этого потенциала, этой неоднородности, в силу того, что у нас именно выполняется вот это требование, да, то есть в случае, когда u от x не равен нулю, да, то есть это неоднородность, я неправильно сказал, наличие потенциала, да, в случае, когда u от x не равен нулю, да, должно иметь в качестве асимптотик вот эти функции, да, то есть решение нашего вот этого уравнения с u от x не равен нулю должно иметь в качестве асимптотик фундаментальную систему решений однородного уравнения, вот эти экспоненты. вот, так вот, потребуем, значит, что, значит, ну, вот пусть у нас эти решения, значит, ну, раз уравнение второго порядка, значит, фундаментальное решение уже вот уравнение с u от x не равен нулю, да, будет содержать две функции, да, будет содержать две функции тоже, тоже две функции. Так вот, значит, ψ1 от x, да, и ψ2 от x, да, это решение нашего уравнения с u от x не равен нулю. Так потребуем, чтобы функция f1 от x имела асимптотику e в степени велика x при x, стремящейся к абсолютно бесконечности. Пусть функция f1 такая, что она имеет асимптотику e в степени велика x при x, стремящейся к бесконечности. А функция f2 от x, значит, такая, что она имеет асимптотику e в степени велика x при x, стремящемся к минус бесконечности. То есть каждая из этих двух функций имеет либо экспонентус плюсом в качестве асимптотики, либо экспонентус минусом. Так вот, такие решения, ну, вот это уравнение звездочка, да, вот с такими асимптотиками, да, значит, решение ψ1 и ψ2, уравнение звездочка, с такими вот асимптотиками, ну, давайте звездочка. Называется функция miyosta. То есть функция miyosta. То есть функция miyosta. То есть функция miyosta. еще раз подчеркиваю, что это решение в случае, когда u от x не равно x, то есть при всех x, на всей оси. Мы про эти решения ничего кроме про функции yosta, да, ничего кроме асимптотик не знаем. Но зато мы можем для этих уравнений, ну, скажем так, вот для этих функций, да, писать какие-то уравнения. Ну, в частности, каждая из функций удовлетворяет вот такому дифференциальному уравнению звездочка. Ну, как вам, видимо, говорили, вместо дифференциальных уравнений мы можем писать интегральные уравнения. И вот это чаще, ну, часто довольно бывает полезно, да. И мы сейчас как раз с вами запишем интегральные уравнения для функции yosta. Ну, не знаю, там, перерыв-то будем делать или нет. Ну, хорошо, после перерыва. Ну, значит, параграф следующий. Это вот, ну, хотя, ладно, что тут мы только определение функции yosta дали. Ладно, давайте в этом пока, да, то есть, в интегральном уравнении для функции yosta station рассмотрим. В архе, короче, такая прикольная привычка у всех есть. То есть, приходишь, если ты еду с собой берешь, то обязательно ложишь ее на общий стол, короче. Ну, да. Вот, типа вот. Мы с тобой не догадались, как решать. Что такое? Вот, и, короче, если ты пришел к нему шоколадку, то ты можешь прийти, прийти, на ней что-то ставится, ну, короче, половинка, а то у маленькой дольки. То есть там никто не передает до конца последний. Нет, нет. А, с каких приданности принесли? Не знаю, мы давно видим как-то. А, что за общий стол где-то вообще? Ну, там просто приходишь, там такой стол большой такой. Где приходишь? В архе, в архе, в архе. Нет, это я думаю, что в архе, в архе один общий стол. Нет, прям, вот там весь подвал Pizza 2 стоит. А потом и там… А в фазуировке это не так затронет? Ну, подвал там, всё. Да, такой… В архе на этой ситуации смещенный, наверное там B, и чего? А тут на базе двух функций. Стоимость, сбойная, B и там… Ну там вот те архе tocha… Ну так-то, короче там заведующие кафедры… И они там ручные работают, переграиваются, цепочек сломанных. А вот работают там, короче, друганы, я так понял. Они вроде рукасты такие, делают прикольные вещи. Мне кажется, в любой период человек способен. Делаешь долго, наборачиваешься. А там студенты все еще не делаешь? Ну, студенты тоже есть, одна студентка есть. Какой-нибудь, как бы? Ну, его образец просто нет. Там, короче, даже захожу, какие-то вывозки висят. Научная истерическая деятельность. Я вообще тут что-то выделил, я не понял даже, почему. Какой-то там деятельность сделать. Мы интеллировать, чем минимум, то не надо что-то искать. Надо, но проварьировать в конце тоже надо. Что? Кто это? Островы. Вот так хромает еще? Не, там в синем. А. Ну, только один курс. М? Один курс. Да, по-моему. Да, по-моему. Да, по-моему. Да, по-моему. Т. В общем, как рассказываю, что и главная парочка, этот истории вообще не проходит. Скажите, там. Лотальную карту мы можем обратисти. Наталья. А, там, да. О, то, что мы занимаемся. Затей, да? В основании наталья. Да. Тотальных карт. Один курсов? Ну, да. Так, и, ну, да. Ну, как бы, натальная карта — это что? В общем, фронтальные места, типа гороскопы, типа все про тебя расскажут, все про тебя на вооружение А там все так уплотнило, такое опа, и все маня оставили Нет, она сидит, смотрит там в книжечку Книжечку от книжки все написано, деньги перищите Ну там, как говорили только Есть, ну, способы, вот так, у тебя планеты какой-то, она вычисляет, как у тебя планета располагает У меня планеты не вычисляет, конечно Нет, когда ты родился, ты сейчас о рождении говоришь, она тебе вычисляет, как у тебя наводит и располагает Она по какому календарь? По какому, по нашему По нашему, по планетаре Вот такая херой она с какого года Она с какого года? Ты что, планета? Календарь, о которой мы пользуемся, а может как быть На 30 с лишним дней сдвинулся вообще-то С тех пор, на каких его составили Когда составляли Ну, они просто терпятся Там же, ты говоришь, с дату она смотрит То есть там же ничего нет Что она отстригалась-то? Отстригалась Ну, календарь, в общем, точно стандарт То есть все эти созвездия Ну, в смысле, как там же идет Если ты родился Какой ты? Вон туда, там А мне как же Там будет такое В лесной сфере А с тех пор Там они сместились еще давно То есть ты Ну, вот На самом деле, когда ты родился Там не в водолево все В лесной сфере Они там уже на месте сместились Нет Не в водолево все Прицессия солнечной системы Тогда-то, когда ты родился Там же в тот момент смотрят Да? Понимаешь? В календарь составляющих В календарь составляющих Вот знаешь, в календарь составляющих Написано вот такое Услава Ну, вот там написано Такое-то число Попадает в диапазон Водолей А этот диапазон С тех пор, как составляли эту карту Когда диапазон числяли Сместился на месяц Дима, на месяц Но там как-бы Дни 20 То есть ты мог это То есть ты мог это Мог остаться, конечно, в диапазоне Он мог сместиться, но он край на другой А если ты где-то был в середине А ты уже не удаливался Все равно какая-то проблема Ну иди, посмотри Там 2-2 Что ты меня прохучиваешь? Так я Чтоб ты хотя бы заблуждался И это ладно Так ты А ты иди спрэп А, блин Так я-то все знаю Я тоже Что меня здесь не разговариваешь? Мне не нужно, чтобы она это знала Мне важно Вы знали Вы не заблуждались А я вообще-то не знаю Но вообще непонятно С чего ты сделал то, что это? Откуда я могу это заблуждать? Известный факт Известный факт Там же придется То есть ты говоришь Что если я скажу Допустим там 1800 какой-нибудь там год Да? 30-го какого-нибудь там числа Да? Когда там политы где расположились То есть я не угадаю То есть типа Как ты его знаю? То есть с чего С чего я не угадаю? Как ты узнаешь Расположение Когда будет Расположение Это надо Большая астрономия Расчитывается Как она что Астрономическими расчетками Расчитывается Как она сидит Ты думаешь Просто сидит И там подать Я думал У нее написано уже просто Что она написана Просто написано Считает Откатывается Наверное Как она считает Что считает Кто считает Кто считает Кто считает Кто считает Кто считает Ну ладно Функции Йоста Значит ввели Ну и теперь интегральное уравнение для функции Йоста То есть лямбда комплексный Лямбда равно К в квадрате К тоже комплексный Значит и К в квадрате комплексный Итак у нас имеется уравнение ВСИ два штриха Значит штрих Теперь производная по иксу Значит плюс К в квадрате ВСИ В равно У на ВСИ Ну и там значит начальные условия уже учли Да И вот функция У спадает на бесконечности Вместе там с рядом стоит производная Вот это дифференциальное уравнение Которым удовлетворяют две функции Йоста ПСи1 и ПСи2 Значит и наша задача состоит в том Чтобы получить вместо одного дифференциального уравнения Два интегральных То есть одно уравнение для функции ПСи1 А другое уравнение для функции ПСи2 Ну чтобы их как-то так вот растащить Ну давайте это делать Для этого заметим вот что Что вообще говоря Мы чисто формально вот к этому однородному уравнению С переменными коэффициентами Можем подходить как к некому неоднородному То есть рассматривать вот то, что стоит в правой части Ну как некую функцию Там f от x Да f от x Да f от x Значит И тогда Ну вот если формально так обозначить Мы можем относиться к этому уравнению как неоднородному А если это линейное неоднородное уравнение второго порядка Да еще с постоянными коэффициентами Теперь у нас коэффициенты постоянные Да То мы знаем как его решать Мы знаем общий метод решения Таких уравнений Какой общий метод Вот Ирина Востановка Или Ну это понятно То есть на первом этапе решаем однородное уравнение Да Значит ну давайте Первый этап Решаем однородное уравнение То есть f от x Полагаем равным Что соответствует Ну по сути дела Посмотрение синтези Да x плюс минус бесконечности Тогда у нас уравнение такое Пси два штриха Плюс Х в квадрате На Пси На Пси Здесь действительно Подстановка Эйлера Фундаментальная система решений Вот она И общее решение Это просто суперпозиция Да Фундаментальных решений То есть Пси Пси Значит ну давайте так Пси x Да Равно a e x плюс b e Минус c Вот так Минус e c Вот Ну хорошо А дальше что? Частная реакция А частная как мы найдем? То есть Вы предлагаете Теоремой Ну там Что общее решение Неоднородного Значит Общее решение Да Однородного То есть частное решение Неоднородного Ну Ну Оно было Хорошо Но как частная вариация Вот Поэтому мы Общий метод Поскольку мы не знаем Каков вид частного решения Вообще Говоря Вот Значит Мы Можем общий метод Применить Метод Вариации Производных Постоянных А именно На втором этапе Полагаем Что вот эти a и b не константы А какие-то функции Две функции Да Которые мы должны найти Из требования Чтобы они Удовлетворяли Исходному Уравнению Вот Ну давайте Подставлять То есть Вот это Выражение Да Должно быть Решением Исходного Уравнения Ну давайте Берем И подставляем Выражение Исходное Уравнение Ну дальше Общая Схема Метода Вариации Производных Постоянных Берем первую Производную Синь штрих Давайте так Напишем a'e'x да плюс b' Вот я Сначала Со штрихами у a и b напишу e в степени и минус минус и к' x да b' да значит плюс плюс значит и к' в общей множителе да экспонент теперь и к' значит на e в степени x да и минус сколько здесь экспонента с минус b на e в степени минус и к' так так можно вы помните ее да там производная функция использована ну вот вы помните а может кто-то не помнит значит сейчас мы это получим это делается быстро поэтому может я понимаю да можно взять справочник либо воспользоваться молодой памятью или условно да ну как бы значит тут принцип еще важен вот смотрите у нас две функции а и b неизвестных а уравнение одно да значит мы вправе накладывать на эти две функции некие одно дополнительное условие да знаете две функции удовлетворяют одному уравнению и мы вправе наложить еще одно дополнительное условие ну так потребуем чтобы вот си штрих первое первые два слагаемые в сумму да обращались в ноль вот как раз получаем одно из уравнений а штрих на нее степень и х плюс б штрих на нее степень и х то есть потребовали чтобы вот это подчеркнули два члена тогда си штрих это будет только вот второй член ну значит а тогда просто найти пси два штриха да пси два штриха это что минус ну давайте опять вот сначала продифференцируем экспоненты теперь да значит минус ну тут значит минус да понятно будет ик ик на ик да минус к в квадрате а на ик так дальше ну вот здесь еще одна минус еще один да вот здесь минус да плюс ик ик на ик х так ну а теперь дифференцируем а и b да значит плюс ик а штрих на ик ик х минус b штрих на ик степени минус х вот ну все все два штриха нашли можем подставлять но прежде чем это сделать отметим что вот в первой скобке то что у нас вот множитель там после минус к в квадрате да это не что иное как снова функция ик и тогда после подстановки у нас значит сократится вот этот член к в квадрате ик 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 u Wagner psi h'e Efendimiz EX × e × X равно Но поделили на ИК, значит, УСИ на ИК. Вот видите, как просто получилась система из двух линейных, уже алгебраических, уравнений относительно А' и В'. То есть относительно производных — это линейные алгебраические уравнения. Но решаем ее просто, там не будем никакого крамера углить, методом Гаусса, там минус, когда умножаем, что-то там умножаем и складываем и вычитаем. Но здесь просто можно сначала вычесть из первой, сначала сложить первое со вторым, давай это так получим, когда А' равно 2, значит, УСИ на ИК. И на ИК в степени поделили на экспоненты и по ИК. И когда вычитаем, у нас, наоборот, А' сокращается, будет В' равно УСИ на 2 ИК и на экспоненты с другим и по ИК. Сколько делаем? Вот так. Вот. Ну вот. Легко интегрируется. Каждое из этих уравнений... Значит, отсюда находим, что А от ИК это... Так, что? Что? Что мы согласны? Минус микрокололоса. Минус... А, вычит, правильно. Вычит, совершенно верно, минус. Вычит, да? Это минус, правильно, спасибо. Значит, легко интегрируем и получаем... Ну давайте так, константу интегрирования... Ну ладно, давайте. Значит, С1 обозначим, да? Ну плюс интеграл... Значит... Но мы интеграл будем рассматривать не определенный, а определенный интеграл, но с переменным верхним пределом, да? Значит, интеграл от нуля до ИК, да? Ну, просто... Понятно, что, значит, нижний предел, который дает константу, приводит просто к христирии обозначений, произвольных, постоянно. Тогда мы получаем, вот, уже выражение через неопределенный интеграл. Значит, интеграл от нуля до ИК, да, значит, давайте мы сразу вынесем за скобочки, за знак интеграла единицы на два ИК, да? Дальше, раз х у нас предел интегрирования, переменного интегрирования, да и штрих обозначаем, у х штрих 7 от х штрих на е в степени минус ИК и х штрих. Вот. И В от х, В от х равно С2 минус, изменится на два ИК, В от х, В от х штрих, и от х штрих на е в степени плюс ИК. Вот функции А и В найдены, но еще не полностью. Еще не полностью неизвестны константы С1 и С2. Значит, теперь наша задача состоит в том, чтобы определить эти константы С1 и С2. Ну, давайте это делать. И вот здесь как раз мы воспользуемся тем, что у нас функция Пси, которая входит, значит, под знаком интеграл, да, под знаком интеграл стоит, это функции ЙОСТа, да, вот эти функции Пси, это функции ЙОСТа. Так, значит, ну, берем асимптотику, да, функции ЙОСТа определяются с помощью асимптотики. Значит, берем первую асимптотику. Значит, первый случай асимптотика при И, стремящемся к их бесконечности. Тогда Пси, это функция Пси1, да, Пси1, функция ЙОСТа первая, вот. И, значит, так, да, вот это я, хорошо, давай сделаем, чтобы не мешалось. Вот эта вот формула, она мне нужна. И теперь рассмотрим, значит, на эту формулу и видим, что если у нас вот здесь вместо Пси стоит Пси1, да, то вот здесь вот, чтобы при них, стремящемся к плюс бесконечности, да, оставался только вот этот член, что у нас должно выполнять? Пси1, да, вот это должно нулю стремиться, да, поскольку Пси1, да, вот такая первая экспонента, да. Значит, у нас в этом случае А, значит, равной единице, да, вот, а В равной единице, да, при их стремящемся к плюс бесконечности. Понятно, что там пропорционально, или, скорее, это написанная асимптотика. То есть вот этот значок означает, что когда мы устремляем бесконечности, у нас функция будет экспонентом. В принципе, конечно, можно константу на экспоненты, но зачем нам с лишними константами возить? Смазировали ее на единице. Понятно это, да? Ну тогда, то есть это при их стремящемся к бесконечности. Значит, но если так, то вот смотрите, здесь верхний предел будет бесконечности равен, да, вот. в А и В бесконечности. Тогда мы получаем такую систему равен. Два выражения на А и В, значит. С одной стороны А это единица, да, с другой стороны это С. Ну или, как бы так, понятно, вот здесь единица, С1, здесь бесконечности. Давайте я не буду лишним писать, да, С1 сразу напишем, да? С1, да, почему С? Значит, С1 будет равно единица минус 2 единица на 2 ик, да, интеграл от нуля до бесконечности АС2, ну, значит, вот так единица на 2 ик, интеграл от нуля до бесконечности и с другой стороны АС2, ну, значит, вот так единица на 2 ик, интеграл от нуля до бесконечности Дх' là, значит, у х' С1, да. то есть так, как х', 2-степени ик от х' С1 и С2 нашли. Ну, значит, можем для этого случая найти А и В, да? То есть, если С1 и С2 известны для этого случая, мы можем найти А и В и подставить это А и В вот сюда. Так, ну что, в уме понятно, чему А и В равно, или написать надо? То есть, теперь берем вот С1, подставляем вот сюда. Смотрите, в чем разница здесь будет. Ну, единица останется. Значит, вот такой интеграл, ну, два одинаковых интеграла, только в одном, да, пределы от нуля до Х, а в другом от нуля до бесконечности. Значит, интеграл будет от Х до бесконечности, да? От Х до бесконечности. Значит, ну и с минусом, да? С минусом. Так, ну ладно, давайте здесь напишу. Значит, и так, ну или, может быть, сразу же давайте напишем С1, да? То есть, найдем от Х и В, от Х и подставим вот сюда, где здесь вместо С стоит С1. Значит, получаем С1, вот Х, равно, значит, скобочка, которая должна быть потом умножена на Е в степени ИКХ. Значит, в скобочке что стоит? А от Х. А от Х это будет единица минус, единица минус, единица, деленная на 2 ИК, интеграл от Х до бесконечности. Е в степени минус ИКХ. А почему там только ПСИ? А нет, ПСИ-1. ПСИ-1, конечно. А там-то ПСИ-1, ПСИ-1, конечно. А там-то ПСИ-1. Рассматриваем эту асимптотику. Здесь ПСИ равно ПСИ-1. Везде ПСИ-1 стоят. Правильно, тут ПСИ-1. Ну а вместо В пишем, значит, что тут у нас? Интеграл, значит, плюс, да, плюс. Ну, смотрите, вот с нуля до Х вот этот отрезочек съестся, да? Значит, интеграл будет. Вот. Ну, единица на 2 ИК, да? интеграл от Х до бесконечности. Так, ДХ штрих, ДХ штрих, У от Х штрих, СИ от Х штрих, и это все умножить на е в степени минус ИК, Х. И там ПСИ-1. Вот. Вот это уравнение на первую функцию ЙОСТа, интегральное на функцию ЙОСТа ПСИ-1. Его можно преобразовать еще. Ну, давайте мы пока этого не будем делать. Ну, хотя... Хотя тут все можно и сразу, наверное, сделать. вот можно ввести СИНУС СИНУС ФИ, это е в степени там и ФИ, минус, минус, е в степени минус и ФИ, да, пополам. Вот, в принципе, вы привыкли к тому, что ФИ здесь вещественное, но никто не мешает нам СИНУС определить и для комплектов. Ну, просто вот определяем, говорим, что СИНУС, там, в случае комплексного аргумента, это разность вот таких экспонентов. Экспоненты комплексного аргумента определены, и СИНУС мы можем определить таким образом. СИНУС. Это обобщение для случая вещественных СИН. И тогда у нас вот это выражение... Ну, вот здесь у нас, во-первых, возникает что там х' минус х, если ему минус, ну и по наоборот, да. Ну, давайте, х' минус х. И вот эти два члена нам дают как раз СИНУС, да, то есть ПСИ. ПСИ один. Аргументы я для краткости не буду писать равно. СИНУ, значит, так, то это минус, да, минус х' минус х, да, значит, тогда плюс х, да, плюс, изменится на ек, двоечка уйдет в определение синуса, издеврала от х двоечной точности, где х' там у х' си один штрих на синус к, а, к, х, х, да, значит, если это с минусом, тогда х, наоборот, да, х минус х. Ну, понятно, да? Вот эти две экспоненты перемножили просто, ну, тут же интегрирование по х' видела за экспонентом, значит, под интеграл вносим, перемножаем, значит, х' минус х с минусом, а это с плюсом, да, с плюсом, вот, х' минус х с плюсом, значит, вот так. Что? А, да, совершенно верно, экспоненты, правильно, да. Затем умножить на ек, техникой х. Это существенное замечание, иначе у нас асимптотика не получилась, да? Если вот, то должна получаться, правильно. Ну вот, и точно так же… Так, все понятно, да? Вот. И точно так же поступаем во втором случае, значит, берем вторую асимптотику, х стремится к минус бесконечности теперь. В этом случае в качестве Пси выступает функция Йоста Пси2. И у нас с вами наоборот. На минус бесконечности должна быть асимптотика с отрицательным знаком, да, экспоненты с отрицательным знаком, что соответствует, что а равно нулю, да, в этом случае, а В равно единице, В равно единице. Вот. Ну и опять находим С1 и С2. Так, значит, А равно нулю, значит, С1, единичку стираем здесь, да, и тут заменяем С2. С2. Так. Так, да. Вот. Здесь, смотри, да. Значит, теперь С2. С2. В равно единице, значит, единичка плюс, единичка плюс, да, и там, потому что переносим, и тоже заменяем на С2. С2. Вот. В этом случае так. Ну и так, вот мне надо где-то это написать, а сделаем. Так, ну давайте вот здесь попробуем. А, вот здесь так. Ну, ответ, вот я и собираюсь, но это мне нужно. Вот, понимаете, мне это нужно, да, вот. И то нужно. Вот. То есть. Ну, нет, в принципе понятно. Ну давайте, что тут ответ будет. Минус. Подставляем сюда, да. А, стоп. Я же забыл. Минус бесконечность. Правильно? Посмотрите. Минус бесконечность. Верхнепределный. Да, еще надо минус бесконечность. А верхнепределный. Ну и смотрим, значит, если от нуля до минус бесконечности, будет, еще прибавляем от нуля до икс, да. Значит, от икс до минус бесконечности. Ну и знаки можно поменять. Да. Значит, что тут будет? Синь два равно, так, знаки, да. С минусом, ну да, с минусом. А, ну да, с минусом. Да, то есть от икса, от минус бесконечности до икс с плюсом, да. Икса на два икса. От минус бесконечности до икс. Ли штрих. Ди штрих. У штрих. Синь. Ди штрих. Ди штрих. Ди штрих. Ди штрих. Ди штрих. И это на ди штрих. Ди штрих. Ди штрих. Так, нигде не ошибся. Там пси два. А, да, пси два. Так, ну пси два, ладно, со знаком не ошибся вроде, да. Пси два. Да. Вроде не ошибся, да. Пси два, значит, плюс плюс, значит, плюс единица. Да, ну, значит, раз там плюс, то теперь переставляем порядок интегрирования. Минус будет, да, значит, единица на два икс. И забрал минус конечность на х. И х. У х. Синь. Синь. Ди штрих. Е степени х. И х. На е степени минус минус е на х. Синь. Ну и теперь, что опять мы можем через синус ввести вот этот синус и записать уравнения. То есть нам нужны будут на самом деле уравнения там и вот в этой форме через экспонент и через синус. Вот. Значит, Пси два будет равно е в степени минус е на х. Е степени минус е на х. Так, дальше. Так, ну а здесь что, х штрих минус х, да, так и остаются, да. Значит, плюс, плюс единица на е, да, интеграл на минус бесконечность на х. Так, осталось, а гх-штрих, ум над х штрих, сина радость над х х, синус ккх-штрих минус x. а почему так? x минус x что ли? да, нет, подождите так вот здесь надо знак переставить здесь, чтобы с минусом там минус вносится да, тогда здесь будет да, совершенно верно x минус x что ли ну вот x минус x что ли так, ну вот, итак мы видим, что перед нами ну два независимых интегральных уравнения одно для функции иостопси1 другое для функции иостопси2 вот, ну, значит, ладно как-то мы их подробно проанализируем в следующий раз а теперь, ну давайте вот замечание одно нам для анализа вот k здесь комплексное ну то есть сейчас поговорим немножко и закончим парку значит, k здесь комплексное, вообще говоря, да в этой форме запись но понятно, что как частный случай мы умножим k вещественными считать ну и вот рассмотрим, значит, свойства функции иоста при вещественных k то есть когда мнимая часть k мнимая часть k ну и тогда да, да и мы можем считать функции иоста не только функциями там, вот, x, да но и функциями от k, да то есть t1, например, это функция от x и k, да ну понятно, что от k тоже зависит, да поэтому вот мы можем считать функцию еще и от k но на самом деле она и от t еще зависит но пока мы вот, значит, в нулевой момент времени считаем, что это для нас не важно ну и теперь смотрите если у нас k вещественное, да то синус вещественный, значит, интеграл вещественный и все мнимости, ну, связаны вот с этим с наличием мнимой единички с наличием мнимой единички ну так мы можем вот что написать что x1x-k, да вот поменяем, возьмем, поменяем выражение для все 1, вот в этом k на минус k дальше ну что здесь делать вот здесь минусы, да в экспоненте минус и так и вот здесь минус а синус у нас функция не черная значит, будет плюс 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 так плюс так плюс что это минус еще где-то, да не черная синус минус k это минус синус так ну хорошо, значит ладно и возьмем значит си 1 комплексно сопряженное от xk от xk от xk это будет так ну вот здесь там минус а а все правильно все правильно все правильно у нас же вот что и еще воспользуемся тем, что единицы на и это минус и вот и тогда видно, что все 1 от x минус k равно все 1 комплексно сопряженное xk при вещественных k согласны? ну смотрите, значит если минус будет минус здесь плюс да значит а если сопряженное снова минус в экспоненте ну значит вот здесь за счет того, что единица на и это минус и значит берем сопрягаем и снова в знаменатель поэтому минус будет значит вот так ну вот ну и точно так же для ψ2 можно записать ψ2 так ψ2 от x минус k это ψ2 и ψ2 на и это значит это вот одно из свойств так одно из свойств так очень полезно висит так сейчас я посмотрю может это нам отдельный параграф вызовет ну ладно давайте посмотрим ладно сейчас пока сейчас ну ладно да давайте вот на этом закончим все остальные свойства уже немножко сладнее а вот это свойство очень полезное оно нам весьма пригодится для дальнейшего анализа ну вот то есть мы получили интегральное уравнение и сразу же на их основании сделали некие заключения о функциях хёста именно что при веществе х они обладают вот такими способами ну что ты берешь ну 0 2 2 2 и 1 2 3 и